Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Мозаика Идеи. С вами снова я, Оксана. Но я сегодня к вам пришла не одна. Со мной моя верная подружка 3D-ручка SmartArt3D.EE. В прошлом нашем видео мы рассказывали вам, что же это такое за чудо 3D-ручка. А в этом видео мы расскажем, как пользоваться и что можно сделать этой волшебной палочкой. Когда мы получили эту ручку, мне казалось, что рисовать этой ручке проще простого. Да, так оно и есть. Только необходимо научиться правильно рисовать, чтобы творческий процесс приносил вам только удовольствие. Итак, давайте рассмотрим основные принципы рисования этой ручкой. Чтобы все получилось с первого раза, рисовать 3D-ручкой надо слева направо и сверху вниз. Если необходимо нарисовать круг, то рисуем его в два приема. Сначала одну половинку, затем другую. Ну что, как рисовать на плоскости, мы уже научились. Теперь давайте попробуем рисовать в воздухе. Это и есть самое главное достоинство и преимущество этой ручки. Чтобы рисовать в воздухе, нам необходимо выставить температуру плавления пластика на 162 градуса. И выбрать практически самую меньшую скорость. Затем от основания ведем ручку вверх. На необходимую высоту. Останавливаем подачу пластика и даем остыть пластику. Вот так эта ручка с легкостью рисует в воздухе. Кстати, чтобы пользоваться этой ручкой, вам не обязательно быть художником. Ведь для рисования 3D-ручкой можно использовать шаблоны. Вот такие различные шаблоны. Это нам пришло в комплекте. Ну а вы можете посмотреть на просторах интернета. А также в описании я оставлю ссылочку, где отличная подборка подобных шаблонов. Эти шаблоны станут отличным помощником для того, чтобы начать рисовать уже этой ручкой. Когда я тренировалась рисовать этой ручкой, мне очень хотелось сделать что-то полезное и просто так не переводить пластик. Поэтому мы решили сделать серию видео, где мы покажем наше применение этой ручки. И начнем мы, наверное, с самого красивого. Это, конечно же, с модных аксессуаров. И один из них вот здесь уже на мне красуется, на моей блузочке. Очень простая блузочка и украшает вот такое самое модное сейчас, самый модный элемент аксессуаров. Вот такое цветное перышко. Сделать его достаточно просто. А как это сделать, смотрите прямо сейчас. Чтобы сделать нашу брошь, рисуем на бумаге перо. Затем обводим все линии пластиком. Теперь настало время добавить красок нашему перышку. И разукрасим его разноцветными пластиками, так как вам нравится. Кстати, чтобы в процессе работы на изделии не оставались пластиковые ворсинки, после завершения подачи пластика задержите кончик ручки у рисунка на некоторое время. А потом смело убирайте. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, наше перышко стало цветным. А для того, чтобы оно стало более объемным, пройдемся основным цветом, в нашем случае белым, еще раз поверху. На мой взгляд, так намного симпатичнее. Теперь нам остается только снять наше перышко с бумаги и с обратной стороны, с помощью 3D-ручки, приклеим булавку. Вот и все, наша брошь готова. Ну что, друзья, вот такой модный аксессуар может украшать и вашу одежду, вашу прическу, вашу сумку, все, что вы пожелаете. Ну, а в следующем видео мы расскажем вам о том, как использовать 3D-ручку для декора дома. Не забывайте зайти на сайт smartart3d.ie, где вы найдете подробную информацию, описания, мастер-классы, все, 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 что вам надо знать о 3D-ручке. Обязательно смотрите следующее видео, его не пропустите, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч! Всем пока-пока-пока!